МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель министра, начальника отдела молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края Дмитрий Донецкий. Здравствуйте. Добрый день. Рады видеть молодого и активного, кстати говоря. Что очень приятно. В этой теме вы с головой погружены в эту тему. Я бы хотела, кстати, именно с вашей, скажем так, истории начать. Мне кажется, вы как раз пример, такой показательный пример, как действует молодежная политика на Ставрополье. Если ты хочешь влиять на будущее Ставрополье, делай это. Вот у вас получилось? У меня получилось. И, наверное, если вдаваться в историю и моего развития лично, как человека, который сегодня занимает должность достаточно высокую и отвечает за всю молодежь Ставропольского края, все началось достаточно просто. Когда-то в 1998 году я попал в лагерь Солнечный в Козинке, и там работала великолепная команда вожатых. Я до сих пор помню фамилии, имена, отчества фактически всех из этих, ну, скажем так, моих наставников. В общем-то, и каждый из них сегодня тоже чего-то достиг, в том числе и в молодежной политике, ну, в разных сферах абсолютно. И, в общем-то, для меня в 1998 году каждый из них являлся примером. И после этого, скажем так, летней смены, всего 21 день, я попал в школу, где проводились выборы, скажем так, руководителей классов. Попал, значит, в состав, значит, школьного совета, как командир класса. И дальше все пошло, как бы и поехало, был активным, творческим, пел песни, принимал участие во всевозможных спортивных соревнованиях в своей образовательной организации. И в результате получилось так, что, когда мне было 17 лет, мы с группой единомышленников решили создать некоммерческую организацию молодежную. Назвали ее в 2001 году Михайловский союз молодежи. Начали работать, при этом нам никто не платил за это деньги. Мы ходили по спонсорам, партнерам, выпрашивали деньги, точно так же, как сейчас некоторые люди поступают. Занимались таким фандрайзингом, как сейчас модно называть. Первый наш успех – это был 500 рублей нам дали на проведение мероприятия. Мы начали проводить мероприятия, участвовать активно в общественной жизни своего города. И когда заговорили всерьез о молодежной политике, то, естественно, брали на работу тех людей, которых есть какой-то опыт. Поскольку у нас был опыт, предложили должность в администрации города Михайловска, где я проработал более пяти лет на должности специалиста, который, в общем-то, руководил молодежной политикой. Один из. Мы придумали массу проектов. Сам Михайловский союз молодежи, ввиду того, что мы достаточно активно работали, имел членскую базу более 5500 человек. То есть при том, что численность молодежи в городе Михайловске на тот момент составляла где-то 13 тысяч человек, каждый второй молодой человек, в общем-то, входил в состав Михайловского союза молодежи. У нас был достаточно такой серьезный актив. И мы уже, в общем, изгорялись как могли, придумали разные проекты для того, чтобы сделать так, чтобы не были одни и те же молодые люди на манеже. Как говорят, он и КВНщик, он и певец, он и танцор, и вожатый. На все руки мастера мы поняли, что нам надо как-то расширять поле деятельности, предоставлять возможность каждому молодому человеку развиваться в том направлении, в котором он хочет развиваться. Собственно, как и сегодняшняя молодежная политика, она такая разная. Потом предложили должность в Союзе молодежи Ставрополья, некоммерческая организация, краевая. Далее предложили работу в Москве, в Российском Союзе молодежи. Я там проработал тоже на достаточно серьезной должности, курировал регионы нашей страны, занимался полностью кадровым обеспечением, проводили отчетно-выборные конференции. Ну, потом в силу того, что захотелось создать семью, а Москва – это город такой достаточно динамичный, пришлось выбрать либо карьера, либо семья, и вернуться в свой город, о чем я не жалею ни капли. Ну, и искать уже работу, может быть, по специальности. Она связана тоже с управлением, но больше в коммерческой сфере. И все равно молодежка тянет, возвращает к себе. Предложили должность заместителя директора Центра молодежных проектов Ставропольского края. Потом в один из дней я ехал просто на работу, увидел баннер, на котором была написана «Новая энергия», кадровый проект, профессиональная команда Ставропольского края. Я тоже чисто случайно зашел, зарегистрировался, прошел тестирование без особых надежд, ожиданий, и получилось. Получилось сделать так, что я прошел этот конкурс через все этапы, какими трудными они ни казались, в наш взгляд. И благодаря, в общем-то, правительству Ставропольского края и лично губернатору Ставропольского края сегодня вот я занимаю эту должность. Ну и, как вы правильно сказали, я вот, поскольку я всю жизнь посвятил работе с молодежью, для меня любое направление это как вот открытая книга, я все об этом знаю. В общем-то, и, в принципе, те проблемы, которые не существуют, они везде одинаковые абсолютно. Вот мы сейчас общаемся с другими регионами, и мы стараемся, конечно, делать так, чтобы изменять молодежную политику. Вот такой вот, наверное, мой карьерный путь. И вот этот карьерный путь как раз показывает, что здесь, на территории Ставропольского края, возможности вокруг для молодежи. Мы сегодня говорим о молодежи, поэтому я такую оговорочку сделала. Если ты активный, если ты молодой, здесь у тебя найдется возможность себя реализовать, чем бы ты ни занимался. Да, абсолютно. Творческий ты человек, вожатый ты, играешь ты в КВН, ученый ты, либо какие-то у тебя еще интересы, возможности, такие есть. Причем, что немаловажно, эта мысль сегодня прозвучала, не всегда нужно с протянутой рукой стоять. Правительство Ставропольского края, как я понимаю, поддерживает многие хорошие молодежные начинания. Вот об этом я бы хотела поговорить. В последнее время часто к нам сюда приходят ребята молодые, которые говорят о разного рода патриотической работе, которая ведется. И мне так радостно, мне кажется, очень эта тема сейчас вот настолько близка молодежи, патриотизм. И это не пустое слово. Нет, не пустое слово, конечно. Вообще у нас Ставропольский край, у него настолько богатые традиции в области патриотического воспитания, то мы занимаем лидерские позиции по патриотическому воспитанию. Это подтверждает масса дипломов, конкурсов, которые проводятся в том числе по линии Министерства обороны Российской Федерации. Что касается конкретной деятельности, мы всегда приводим этот пример. Военно-спортивная игра «Зорница» у нас будет проходить в следующем году в 44-й раз, и она ни разу не прерывалась. Чтобы понимать, что это не просто единоразовое мероприятие, которое проходит только на территории Ставропольского края, собирает 400 человек, к ней начинают готовиться юно-армейские отряды всех общеобразовательных организаций после того, как она заканчивается. То есть фактически все муниципальные районы, городские округа, они уже проводят какие-то региональные, внутришкольные отборочные этапы, формируется такая система работы. И действительно туда попадают самые лучшие ребята, юно-армейские отряды. Вот в части этого, показательный пример, на уровне Российской Федерации тоже проводится подобная игра, называется «Победа». Ее проводили в этом году только в третий раз. А у нас 43-й раз в этом году, а в следующем году будет 44-й раз. То есть и когда ребята, естественно, проходят через все испытания, там не просто как бы команда каких-то молодых людей, организаторов, которые придумывают какие-то прикольные соревнования. Нет, там все достаточно серьезно, там задействованы фактически все профильные министерства, которые так и все, МЧС работают, то есть там по линии пожарной безопасности, работают наши ветераны военной службы, то есть генералы настоящие, да, то есть вот этот дух, значит, воспитания патриотического на конкретных примерах, то есть наши там афганцы-ветераны, руководители, соответственно, нынешних молодежных организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием, то есть все они проходят эту школу недельную, через вот эти вот испытания, там не только, то есть они пропитываются духом патриотического, формируются такие команды, которые, в общем-то, в будущем, я думаю, что еще в дальнейшем взаимодействуют, в соцсетях общаются ребята, как-то делают. В контексте всего этого, поскольку вот Зарница является таким неким стимулом для того, чтобы развивать военно-патриотические клубы, то есть на местах у нас достаточно большое количество военно-патриотических клубов, сейчас мы активно продвигаем идею объединения всех вот этих военно-патриотических клубов и общественных организаций вокруг движения «Юнармия», которое инициировало только в прошлом году, да, Министерство обороны Российской Федерации, то есть в прошлом году начали об этом задумываться, у нас на Ставрополе получается их настолько много, это настолько разное, это настолько разные у всех традиции, очень сейчас сложно работать с тем, чтобы убедить этих руководителей военно-патриотического, они говорят, мы уже без «Юнармии» работаем, без чьей-то помощи. Да, и можем без нее работать, но на самом деле «Юнармия» это пример того, как мы можем выходить за рамки нашего региона, за рамки своего поселка, своего села, своего города, района, то есть «Юнармия» дает достаточно серьезные возможности, в том числе для развития самих «Юнармейцев». И вот мы продвигаем эту идею, на сегодняшний момент в составе движения уже более 7 тысяч человек, несмотря на то, что там чуть больше года прошло, то есть убеждаем, работаем с военно-патриотическими клубами, говорим, что это нужно, и ребята активно вовлекаются в эту работу. Кроме того, у нас есть великолепное постовское движение, и мы сейчас делаем все для того, чтобы, ну вот постовцы, ребята, которые стоят у постов номер один, они есть фактически во всех поселках, селах, городах. Ну там в 90-е годы были там моменты, связанные с тем, что не всегда горел вечный огонь. То есть благо у нас сейчас на местах работают главы, которые понимают всю важность и серьезность существования такого мемориала, поскольку о Великой Отечественной войне в некоторых других странах соседских начинают немножко забывать, немножко историю переделывать, там кто победитель и все остальное. Вот поэтому у нас сейчас главная задача, я вижу, для юнармии все-таки воссоздать, чтобы в каждом поселке, в каждом селе горел вечный огонь, если он там есть. Но в любом случае в каждом селе есть вот этот вот памятник, на котором написаны имена людей, которые участвовали в военных действиях разного рода, там где-то есть локальных конфликтов, где-то есть серьезных, например, Великой Отечественной войны, и чтобы там всегда стояли юнармейские отряды. Это помимо того, что там они учатся строевой какой-то подготовки, они так или иначе обращают внимание на эту стену, видят фамилии своих прадедов, дедов, может быть, родственников дальних каких-то, интересуются историей. Вот мы должны передавать историю нашей страны не через книгу истории, а через то, что у нас действительно есть реальные примеры, наши, в общем-то, земляки, которые ковали победу в разные времена и защищали честь нашей Родины. И вот развитие постовского движения за счет движения юнармии, вот юнармейским, надо придать какое-то содержание, потому что содержание иногда хромает. Вот мы хотим сделать так, чтобы вечный огонь горел в каждом поселке и селе, городе, где он есть, и чтобы юнармейцы, они стояли круглый год, не так, как у нас бывает, до праздника, день 9 мая, все постояли, все похлопали, и все, и забыли мы до следующего, 9 мая, о том, что у нас есть герои, у нас есть День Победы в целом, да, и как бы, что есть другие, может быть, даже забываем о некоторых памятных датах. Вот юнармейское движение нам не должно давать забывать о всех памятных датах, и мы будем делать все для того, чтобы работа в этом направлении продолжалась. Кроме того, наши победители конкурса постов номер один, который у нас ежегодно проходит на нашей подведомственной организации, у нас есть молодежный, многофункциональный патрический центр «Машук», он находится в городе Пятигорске, и мы проводим ежегодно там слет постовцев, которые стоят у мемориалов «Огонь вечной славы» в нашем регионе. И победитель данного конкурса, они ежегодно участвуют в вахте памяти в Александровском саду и несут почетный караул у мемориала неизвестного солдата, то есть у могилы неизвестного солдата, и этой честью доставятся только наши постовцы, постовцы Ставропольского края. Это очень памятно, интересно смотреть в этом году, и мне удалось поучаствовать в этой церемонии, когда они возлагают венок от правительства Ставропольского края к могиле неизвестного солдата. Рядом стоит венок Владимира Владимировича Путина, там был Дадон в этом году, руководитель Республики Молдова. Его венок стоит, и рядом с этими венками стоит венок правительства Ставропольского края, который несут наши постовцы, и несколько минут до смены караула они удостаиваются чести постоять и, в общем, ощутить вот этот дух. Ты, не находясь, не будучи постовцем, просто наблюдая за этой церемонией, просто испытываешь такую гордость, мурашки бегут по телу, вокруг полно иностранцев, то есть китайцы, они в достаточно большом количестве присутствуют, они это все фотографируют, что не кремлевцы, там же кремлевский полк несет, а именно юные армейцы из Ставропольского края такую церемонию проходят. Это очень реально круто. Я уверена, что ребят, которые хотели бы такой судьбы, ребят и, в принципе, молодых людей, мы уже сказали, молодых и активных сейчас, как мне кажется, очень много. Самое главное, и опять же эта мысль прозвучала, были бы возможности. Вот в каких направлениях, вот с патриотическим все понятно, вот может быть даже какие-то реальные суммы, вот на что в молодежной политике сегодня особое внимание, в том числе и финансовая поддержка, где сейчас нужна? Или какие суммы, может быть, даже выделяются? Хорошо, но если в целом разбирать финансирование, которое нацелено на реализацию государственной молодежной политики в Ставропольском крае, у нас общая сумма, которая идет по программе и заложена, это чуть более 115 миллионов рублей в год. Из них большая часть идет на проведение Северокавказского молодежного форума МАШУК, который мы ежегодно проводим, собственно, уже теперь не только для Северного Кавказа, республик наших соседних, но и для других представителей, других регионов нашей страны. Большая часть также, если в целом, да, а потом по направлениям разбирать, как вы сказали, то особых приоритетов нет, поскольку, в принципе, все направления для нас важны по патриотике. Понятно, что мы это выделяем в отдельную, как бы, составляющую. У нас, помимо всего прочего, что мы не обозначили, есть еще акции, которые мы проводим в период празднования Дня Победы. Это каждый раз какие-то инновационные вещи. У нас единственный в стране существует молодежный организационный комитет Победы, который предлагает свои акции, в которые входят представители всех заинтересованных молодежных общественных организаций. В общем-то, они предлагают идеи, получают деньги на свое финансирование, что не включается в программу. То есть это порядка еще где-то 5 миллионов на патриотические мероприятия сверху. Вот. В целом, какие разбираты? Молодежное предпринимательство. Вот сегодня проходит у нас в целом по краю неделя предпринимательства. Часть расходов уходит на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. Это где-то порядка 5,5 миллионов рублей в контексте. Понятно, что у нас есть подведомственные организации, есть работники, которые работают в направлениях деятельности. Всего у нас их, если разбирать региональный уровень, который задействован в молодежной политике, немногим более 40 человек. При том, что у нас в крае по данным на 1 января 2017 года проживает 689 тысяч молодых людей. Это несопоставимо с численностью работников молодежной политики. Вот у нас чуть больше 40. Например, в соседних республиках, в Чеченской республике 90 человек. Хотя у них численность молодых людей в три раза меньше, чем в Ставропольском крае. Но тем не менее мы справляемся. Хотя это груз ответственности, учитывая те направления, которые есть. Но с другой стороны, у нас есть поддержка еще со стороны муниципалитетов. Там есть учреждения по работе с молодежью по месту жительства. И там еще где-то порядка 140 человек. Ну и в этой сфере, мне кажется, как раз-таки самые активные. Там один за троих идет, наверное. А если так разбирать, то по приоритетам, вот мы обозначили, большая часть финансирования идет на Северокавказский молодежный форум УШОК. Дальше у нас идет поддержка. Как раз вот недавно проходила церемония вручения стипендий губернатора Ставропольского края. На это более 16,5 миллионов рублей выделяется в год. Значит, это у нас 87 человек, которые получили финансирование. В общем-то, посчитайте, если вы хороший студент, вы активно проявляете себя в общественной жизни, являетесь отличником, то с сентября по июнь следующего года вы получаете заработную плату в количестве 22 тысяч рублей. В общем-то, за то, что вы просто являетесь отличником, ведете себя активно. Знаете, как говорят, сначала ты на зачетку, а потом зачетка на тебя? Тут еще и такой серьезный финансовый. Да, это для высшего образования. А для профессиональных образовательных организаций они получают 15 тысяч рублей в месяц. Но это тоже неплохо, с учетом того, что у меня некоторые сотрудники, специалисты получают значительно меньше. Вот если разбирать в целом, по молодежной политике. Вот это как раз направлено на поддержку талантливой молодежи. Активно развиваем КВН-овское движение. Тоже у нас уходит около миллиона рублей. Как раз вот у нас есть межрегиональная лига КВН «Кавказ». Около миллиона рублей мы выделяем в год для того, чтобы проводить эти мероприятия. Причем, получается, мы не только развиваем КВН внутренне в Ставропольском крае, но также поддерживаем еще другие республики, в общем-то, и гостей, которые к нам приезжают, участвуют. То есть развиваем их уровень, повышаем подготовки. Ну, мы уже научились, значит, тому, что у нас ребята достаточно неплохие, они опытом обидятся. Мы уже едем в Донскую лигу, в Краснодар, где мы участвуем. Успешно, кстати, съездили в Донскую лигу, насколько я знаю. Да, успешно ездили, первое место заняли. Первое место, да, первое место привезли. Майкл Дудиков, команда, из Северокавказского федерального университета. То есть привезли оттуда первое место. Поэтому я надеюсь, что это только первый шаг. При том, что у нас уже лиг КВН, такое количество, есть городская лига КВН. За нее у нас отвечает Ставропольский государственный аграрный университет. Есть краевая лига КВН, за нее отвечает Северокавказский федеральный университет. Наша межрегиональная лига, за которую мы отвечаем в том числе. То есть видно, насколько сильно развито у нас КВНовское движение. Фактически нет такого муниципального района или городского округа, где нет команды. Поскольку у нас еще есть... Дети в школах играют. Да, у нас юниор лига КВН есть, то есть где принимают участие команды общеобразовательных организаций. И, в общем-то, выходцы из них... Мы сегодня уже видим результат, что многие те, кто участвует сейчас в командах наших университетских, кто участвует уже в нашей Ставропольской команде, которая куда-то ездит на соревнования, это, в общем-то, выходцы из юниор лиги КВН. Это тоже очень круто, когда вот система работает. Вот он попал в 14 лет в юниорку, прокачался в юниорке, пришел, стал студентом, попал в команду университетскую, в какую-то факультетскую, выиграл в ней, попал в университетскую, потом попал во взрослую команду. И, в общем-то, молодежь находит себя в КВН и развивается дальше с этим движением. Вот. Дальше, ну, ни до кого не секрет, что Семен Слепаков это выходец, в общем-то, со Ставропольского края, да. То есть есть много примеров, ну, не будем их называть, тоже у нас достаточно серьезно это движение развитое. И я уверен, что, не знаю, в ближайшие три года сделаем такой прогноз. Еще одна команда из Ставропольского края, если получит она какое-нибудь финансирование, достаточно необходимое для того, чтобы там участвовать, то она займет одно из лидирующих мест. Но не только творчеством живут молодые люди в Ставрополе, есть еще и молодые ученые, которыми тоже можно гордиться. Да. И им тоже помогают. Потому что уж в этой сфере тоже очень финансовая поддержка важна. Здесь у нас тоже достаточно большое количество мероприятий. Причем вот, что отличает Ставропольский край, что здесь в развитии молодежи заинтересованы фактически все органы. Вместе, конечно, правительство уделяет этому особое внимание. То есть основная огрузка и ответственность лежит на правительстве. Но и Дума Ставропольского края не менее активно участвует, вот особенно в развитии молодых ученых. Есть у нас такая программа «Умник». «Умник» расшифрует. Это участник молодежного инновационного конкурса. Вот оно как-то так расшифровывается. Не просто «Умник», а участник молодежного научного инновационного конкурса. Здесь у нас проходят конкурсные мероприятия для наших талантливых ученых, которые представляют свои проекты. В общем-то, некоторые представляют свои дипломные работы, аспиранты. То есть там тоже в ней принимают участие и студенты профессиональных образовательных организаций, и студенты высших образовательных организаций высшего образования. И получают возможность получать грантовое финансирование на реализацию своих проектов, ну, на воплощение их в реальность. Вот. Но здесь тоже есть определенные требования к тому, чтобы проект имел в сроке окупаемости, чтобы он был не виртуальный какой-то фантастический проект, который, возможно, окупится через десятки или, может быть, несколько десятков лет. Все конкретно, все предельно, все должно быть понятно, поскольку установка по линии государства идет то, что все расходы, которые вкладываются сегодня в поддержку молодых ученых, они должны рано или поздно компенсироваться в конкретных вещах и, соответственно, приносить в дальнейшем прибыль не только молодым ученым, но и государству. Вот, в части касающиеся. Но здесь у нас также есть конкурс, который мы проводим по линии правительства Ставропольского края. У нас есть конкурсная комиссия, которая определяет лучших молодых ученых наших образовательных организаций, высшего образования исключительно, которые находятся на территории Ставропольского края. И каждый год мы выбираем пять победителей, которые выделяются, либо творческих научных коллективов, которым выделяется по сто тысяч на реализацию, собственно, этих проектов, которые они предлагают в качестве премии. То есть там контроль не такой серьезный, как по умнику, например. Ну и сумма. Ну и сумма немножко меньше. Но в целом получить сто тысяч за то, что ты разработал какую-то интересную вещь, пройдя конкурсный отбор, это тоже достаточно неплохо. Да, получить возможность. Потому что для некоторых людей сто тысяч, для некоторых проектов это действительно та сумма, которой не хватало для того, чтобы начать. Чтобы сделать какой-то стартап, возможно, кому-то не хватает сто тысяч. Но если говорить про стартапы, то у нас есть великолепная возможность, как ни у одного другого региона. У нас есть форум «Ашук», который... Ежегодная возможность. Да, грантовый фонд, которого больше всех других форумных площадок, которые вообще по всей стране реализуются, 85,5 миллионов рублей. И самое главное, ты всегда знаешь, в какой момент, в каком моменту тебе нужно подготовиться. То есть не повезло тебе в этом году, не смог ты правильно преподнести, доработать, да, не смог. Пожалуйста, вот в следующем году пробуй себя. Пока, пока молодой. Да, и то есть вот эта вот система, кто-то сегодня принял участие в конкурсе как раз молодых ученых, получил сто тысяч. Завтра он немножко продумал эту идею, получил финансирование, участвует в «Умнике». Получает другие деньги. Там есть тоже этапы. То есть сегодня он получает на стартап, дальше он на развитие производства, получает и так далее. Либо он выбирает траекторию поездки на форум «Ашук», где представляет тот же, например, тот же самый проект, более, скажем так, проработанный, и получает деньги для того, чтобы уже полноценно, либо как физическое лицо, реализовать там от 300 до 500 тысяч рублей в год, да, то есть и при этом там отчитаться за свою работу, за свой проект. Либо в составе некоммерческой организации, профильной, то есть по науке, получить 2,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта. Ну и, соответственно, потом должным образом отчитаться. То есть вот эта вот система перекрестная, поддержки фактически со всех сторон, мы сейчас задались задачей выработать некую систему, траектории движения, да, то есть куда молодой ученый может приложить свою силу. То есть он пойдет сегодня в этот конкурс, что мы с ним дальше будем делать? Двидим его сюда. Более того, мы сейчас продумываем момент, как вовлечь в эту работу не только тех, кто обучается в профессиональных образовательных и высшем, потому что мировоззрение научное, да, оно формируется с ранних, более раннего возраста. И наша задача, как бы, уже проводить некую такую профориентационную работу еще со школьных лет. И у нас в этом году и в прошлом совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом мы реализовали проект «Наука 0+,», то есть в который вовлекли учащихся общеобразовательных организаций, показали им то, что молодой ученый, это, конечно, звучит высоко, но на самом деле это очень просто. То есть важно захотеть, придумать какую-то идею, и когда ты начинаешь прорабатывать, как ее достигнуть, какой-то конкретный уже проект, связанный с наукой, да, с развитием той или иной отрасли, то тогда, ну, ты фактически попадаешь в эту струю, становишься молодым ученым. То есть это громкие слова, но это все не так сложно. И вот наша задача сейчас сделать так, чтобы любой молодой человек со школьного возраста, достигая возраста 14 лет, попадая в молодежную политику, выбирая для себя одно из направлений, которых у нас 18 в настоящее время, продолжал в этом направлении развиваться. А если ему не нравится сегодня в этом, он выбирал для себя какое-то другое направление и шел туда. И там тоже у него были площадки, условия, где бы он мог прокачивать свои способности. Ну, самое главное, что равные возможности предоставляются всем. В том числе, это отдельная тема, которую я хотела бы затронуть, поддерживаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. И у них тоже есть возможность реализовать себя. Вот каким образом в этой сфере какая работа ведется? Ну, в любом случае, оказывать таким помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, тем более молодым. Мы тоже консультировались, это одно из направлений нашей молодежной политики. Установка идет федеральная такая, что не надо этих людей как-то, в общем-то... Выделять. Выделять. Особенными. Они, кстати, да. Они особенные люди, да, но их не надо говорить, что они там инвалиды, тем более, да, как бы употреблять это слово. Они такие же, как и все остальные. И вот все, о чем мы говорим по направлению молодежной политики, оно должно доступно в том числе быть и этим людям. Не делать отдельное направление. Не делать. Все остальные направления доступны для всех. Доступны для них. Вот яркий пример, могу сказать. У нас один из членов молодежного правительства предыдущего созыва, сейчас вот буквально мы новый уже созыв собираем, уже буквально на днях у нас будет новый состав молодежного правительства. Один из молодых людей, который входил в состав и проявил себя очень активно, абсолютно, ни для кого не секрет, он как раз был из людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, мне кажется, его вклад в молодежную политику можно как-то вот вознаградить его. Я думаю, что он будет вознагражден. По крайней мере, как он нас стимулировал для того, что мы делали. То есть его идеи, как бы предложения, вопросы губернатору нашему на разных мероприятиях. То есть достаточно такой молодой, активный человек. И вот с виду не скажешь, что он вот относится к особенным. Он настолько красавчик, да, в этом отношении. Кроме того, вот если конкретную работу разбирать, у нас на базе нашего Ставропольского многопрофильного, регионального многопрофильного колледжа мы собираем группу волонтеров, которые работают именно с этим ребятами. То есть по адаптации как раз людей с ограниченными возможностями здоровья, молодых, к жизни со всеми остальными людьми. Проводятся там физкультурные всякие занятия, спортивные соревнования. То есть такая площадка у нас тоже существует и в течение года она работает. Но здесь как раз задействованы добровольцы. О добровольцах тоже можно будет отдельно поговорить и рассказать по деятельности. То есть они тоже, добровольцы, бывают разные. Но именно в части касающейся работы людей с ограниченными возможностями здоровья, вот ни в коем случае. Я проехал все муниципальные районы, фактически встретились с замглавами, которые курируют социальную работу, обозначил, ребята, у нас они есть, вы знаете, их есть в списке, у вас есть на местах, но давайте их не будем. Для них конкретные мероприятия проводить. Это неправильно. Мы, наоборот, должны им предлагать участие во всех остальных мероприятиях, потому что кто-то из них поет. Я знаю, есть молодой человек в Александровском районе, мы в ВКонтакте переписываемся, периодически тоже активны. Он говорит, а я хочу там поступить еще на одно профессиональное образование. Но изучили законодательство, нельзя, если он одно получил, то нельзя. Но я слежу за ним в соцсети, он выступает на всех мероприятиях в Новоалександровске, на большинстве, он поет достаточно неплохо. Вот, несмотря на то, что вот есть такая водой, прежде всего, и для нас это главное. И мы должны предоставлять площадки ему все, любые, куда он захочет прийти. У нас не так много времени остается. На самом деле, направление деятельности 18 прозвучало, но я, поскольку заходила на сайт и смотрела, да, действительно была удивлена, насколько широка, вот, широк спектр деятельности ваш. Я думаю, что нам придется еще не раз с вами встречаться, что мы какие-то конкретные. И я бы хотела, подводя итог, да, сегодняшней беседе, вот, когда мы будем ставить точку, все-таки, даже может быть многоточие, да, все-таки, вот, если сравнивать с соседними регионами, не с соседними регионами, молодежи на Ставрополье хорошо, а с точки зрения атмосферы, с точки зрения возможности реализовать себя? Вы знаете, у нас такое количество идей, у нас такое количество людей, которые считают, что у нас недостаточно, это все хорошо развито, но мы реально очень стараемся и создаем условия максимально возможные. Ну, если оценивать то, как это направление развито в целом на Северном Кавказе, то Ставрополь здесь, безусловно, является одним из лидеров в части работы в тех направлениях, которые обозначены, но с фактическим работой во всех направлениях. Как бы сказали, некоторые меня упрекнули, члены нашего правительства Ставропольского края, надо точечно работать. Вот мы стараемся сейчас находить и точечно работать, но мы стараемся объять необъятное, но мы понимаем, что эта работа должна все-таки иметь системную составляющую в части того, что я говорил. То есть мы сегодня вот берем эти направления, формируем траектории, точки входа определяем и делаем так, чтобы ребята не участвовали однократно в каких-то мероприятиях. То есть он сегодня, например, втянулся в работу молодежной политики, чтобы мы в следующем году еще раз его не увидели, чтобы он продолжал это движение в наших мероприятиях. Никого не теряем. Да, не хотим никого терять. Каждого знаем в лицо. Да, не хотим никого не терять. Я считаю, это самое главное стратегический посыл, поскольку я, помимо того, что работник органа исполнительной власти, моя должность еще предполагает некую выработку стратегии движения молодежной политики. По информационке недостаточно хорошо работаем, потому что молодежь сегодня настолько прокачана, что мне кажется, затмят все социальные сети, да, то есть как бы в мессенджерах. Вот. И нам нужно это тоже на управление осваивать. Нам нужно осваивать YouTube-каналы создавать. То есть свои какие-то телепередачи делать на YouTube-каналах, интересные молодым людям, потому что там уже достаточно большое количество блогеров, которые иногда не то, что надо говорят, да, то есть и говорят совершенно, и учат молодежь не тому, чему надо учить. То есть как покупать, например, на Алиэкспресс какие-то товары, но это я не считаю, что это полезная информация для молодого человека, в части его развития, потому что это не так сложно. Или там, что он купил или приобрел. Вот. Поэтому наша задача здесь, конечно, альтернативный какой-то контент создавать в информационной части, но это тоже одно из направлений, об этом тоже можно разговаривать долго и много. Вот. Поэтому мы стремимся быть там, где сегодня интересно молодежи быть. То есть попадать в тренд. поскольку тренд формировать тяжело, они формируются как-то вот в последнее время достаточно хаотично в любых сферах, не только в молодежной политике. Там экономику, если брать, там криптовалюты, да, например, там тренды уже свои, немножко другие, некоторые даже отстают. Некоторые, кто говорили, что у криптовалюты не будет жизнь, сегодня они уже жалеют о том, что когда-то не купили биткоин, к примеру, да, то есть или другую какую-то криптовалюту. Поэтому наша задача, собственно, соответствовать тем трендам, которые задает молодежь, создавать им площадки для самореализации. И я всегда говорю, если мы их не создадим, то их создаст кто-нибудь другой, и не факт, что это будет позитивно сказываться на развитии нашего региона и в целом нашей страны. Ну, цели, самое главное, что цели вы понимаете, а критика вас только мотивирует. Да, критика нас только мотивирует, мы очень стараемся, правда, учитывая все те сложности, которые есть в экономике, что мы не всегда получаем то, что хотим в части финансирования молодежной политики, но учитывая даже то, что у нас есть, сравнивая с другими регионами, вот я просто обозначил цифру в 115, чуть более миллионов рублей, если брать Красноярский край, понятно, что там немножко другая ситуация, там, например, 1 миллиард рублей на молодежную политику, если брать Республику Татарстан, там 2 миллиарда рублей на молодежную политику, и они как бы лидеры, то есть они показывают результат, то есть если брать там всевозможные конкурсы, у Татарстана большее количество мест, если брать развитие там на уровне муниципалитетов, в Красноярском край там тоже достаточно хорошо это развито, поскольку регион субсидирует молодежную политику в районах. Вы представьте себе, каждый район получает миллион рублей в год для того, чтобы проводить мероприятия для молодежи. У нас, к сожалению, в некоторых районах финансирование молодежной политики ограничивается 60 тысяч в год на молодежную политику в районе, то есть 12-5 тысяч в месяц на молодежную политику, рублей. И, ну, как мы можем говорить о том, что молодежь захочет остаться на селе, когда для нее даже стимула нет в молодежной политике куда-то дальше двигаться, они ее не видят, просто они не видят, чем занимаются и где можно себя проявить на уровне села, поэтому как бы есть отток определенный. Ну, и цели есть, я думаю, все-таки, да, не должно все быть идеально, пусть работа у вас остается. Да, трудности, они, в общем-то, способствуют большему развитию нас. Закаляют характер. Да, закаляют характер. И, может быть, эти ребята, которые делают это за 5 тысяч рублей в месяц, сделают это гораздо лучше. И зато от чистого сердца. Да. Спасибо большое. Я еще раз, да, в финале программы договорюсь, что мы непременно продолжим разговор о молодежи с вами в этой студии обязательно в ближайшее время. Я напомню, мой собеседник сегодня, заместитель министра, начальника отдела молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края Дмитрий Донецкий. Большое спасибо. Удачи. До встречи. Всего доброго.